Такие свалки периодически возникают прямо в городской черте, хотя существуют четко установленные места для сбора мусора. 3 сентября 2015 года в районе 12 часов человек на собственном автомобиле привез строительные материалы, мусор. Он начал из машины выгружать строительный мусор и выбрасывать на данной территории. Значит, гражданину было разъяснено, что это не свалка, и в отношении него было возбуждено административное производство, передано на рассмотрение в административную комиссию. Теперь анапчанин заплатит штраф, жители курорта сетуют на мусор в городе и сельских округах, и в то же время сами организуют стихийные свалки. Гражданин Макаркин Сергей Сергеевич является индивидуальным предпринимателем. С его слов, производил ремонт собственного домовладения и поэтому вывез сюда мусор. Неужели индивидуальный предприниматель не может оплатить услуги за вывоз строительного мусора всего 2000 рублей? На курорте оплата за вывоз ТБО с частных домовладений 97 рублей 80 копеек с человека в месяц. В эту сумму входит вывоз отходов листвы травы. На каквартирных домах расчет оплаты услуг за вывоз мусора в зависимости от управляющей компании рассчитывается или 47 рублей с человека в месяц, или с квадратных метров жилой площади. Но, видимо, некоторым вместо оплаты услуг удобнее засорять курорт. Тогда и спрашивать за свалки надо не с коммунальных служб, а с себя за безответственное отношение к собственному городу.